Информ Бистро с Николаем Осиповым В принципе, повод-то есть, потому что правило страной 16 лет, вроде все было в порядке, тут пришел Шольц, не прошло и года, как война, газа нет, цены выросли, беженцев некуда девать, что называется, получите и распишитесь, спасибо, Олов Ну вот, например, что пишет Шпигель, интересные подачи у них и оценки исторических событий Со ссылкой, естественно, на воспоминания Меркель Летом 21-го года, после встречи президента Байдена и Путина, я хотел установить независимый европейский формат дискуссии с Путиным, с Эммануэлем Макроном в Совете ЕС Ну, там некоторые возражали, у меня уже не было сил добиваться всего этого, все знали, что я скоро уйду осенью Предлагала другим, почему бы вам не выйти вперед, а они там один пожал плечами, другая сказала, что это слишком сильно для него В общем, она так сказала, что все остальные, можно сказать, саботировали дальнейшее удержание мира от эскалации Но интересный момент в этих публикациях, в этой публикации Шпигеля, в частности Пишет, что Меркель вспоминает сериалы, что она смотрела в свободное время Вспоминает сериал Мюнхен о роли Чемберлена в преддверии Второй мировой войны Говорит, что ей понравилось, что предшественник Черчилля предстал в ином свете Не как помеха для Гитлера, а как стратег, давший своей стране буфер для подготовки к немецкому нападению Но это трактовка их событий, знаменитого мюнхенского сговора 1938 года Правда, интересно, что пишет дальше издание «Мюнхен» 1938 года, звучит как «Бухарест» 2008 года Я напомню, в 2008 году в Бухаресте проходил саммит Совет НАТО, причем с участием России, нашего президента Так вот, Меркель считает, что она тогда, в 2008 году, выиграла время И даже позже, на переговорах в Минске, которые Украина могла бы использовать, чтобы лучше противостоять нападению России Сейчас это более сильная, устойчивая страна Меркель уверена, что тогда она была бы захвачена войсками Путина Что у нас получается? Что минские соглашения были лишь игрой со временем Не говоря уже о том, что совершенно в извращенной форме Они там сейчас заявляют, что Мюнхен 1938 и Бухарест 2008 года Это как будто похожие вещи Естественно, пытаются не менее извращенным способом уравнять А может быть даже и наоборот, на весы в нижнюю сторону повесить Россию Сравнять ее с фашистской Германией Но вопрос остается, кого они имеют в виду Иначе под видом реинкарнации фашизма Кстати, в том восьмом году Путин выступал на том саммите Кто бы тогда мог подумать, что все рухнет Все казалось таким, в общем-то, неплохим Да, были проблемы Но Россия, стоит напомнить, помогала НАТО Тогда еще даже противоракетной обороны американской, так называемой, в Польше не было И Путин предупреждал Запада о том, что могут быть сложности Просто для напоминания, как это звучало тогда, послушаем Примеров такого сотрудничества назову Содействия усилиям Организаций Объединенных Наций по стабилизации ситуации в Афганистане Так был упрощен порядок транзита грузов невоенного характера через российскую территорию Для нужд международных сил содействия безопасности в Афганистане Сформирован совместный антинаркотический проект на базе учебного центра МВД России Реализована инициатива по сотрудничеству в области воздушного пространства А также проект по ПРО-ТВД Противоракетной обороны театра военных действий Мы активно взаимодействовали в сфере антитеррора В том числе в рамках участия военных кораблей Черноморского флота России В операции «Активные усилия» Есть прогресс и в работе по повышению оперативной совместимости вооруженных сил России и НАТО В области чрезвычайного гражданского планирования Ратификация России соглашения о статусе сил участвующих в ПРМ Подводят под эти усилия солидную правовую базу Мы многого добились вместе и намерены продолжать активную совместную работу Вместе с тем Очевидно, что результативность нашего сотрудничества будет зависеть от того Насколько страны НАТО будут учитывать интересы Российской Федерации От готовности Альянса к компромиссам по вопросам, формирующим стратегический климат в Европе и в мире Не секрет, что на пути развития наших отношений имеются и серьезные препятствия Продолжающееся расширение НАТО Создание военной инфраструктуры на территории новых членов Кризис вокруг ДОВСЕ, Косово Планы размещения в Европе элементов стратегической противоракетной обороны Соединенных Штатов Америки Все это не работает на укрепление предсказуемости и доверия в нашем сотрудничестве И отнюдь не способствует его переходу к новому качеству Появление на наших границах мощного военного блока Действие членов которого регулируется в том числе и статьей 5 Вашингтонского договора Будет воспринято в России как прямая угроза безопасности нашей страны И заявление о том, что этот процесс не направлен против России Удовлетворить нас не могут Национальная безопасность не строится на обещаниях Тем более, что подобные заверения мы уже слышали накануне предыдущих волн расширения блока Не способствует укреплению доверия и неясность перспектив трансформации НАТО Имею в виду претензии Альянса на глобальную роль в сфере безопасности Выход за пределы зоны своей географической ответственности И распространение его деятельности на такие сферы, как энергобезопасность, кибербезопасность и так далее Кроме того, неопределёнными остаются критерии применения НАТО военной силой И её взаимоотношения с Советом безопасности Организации Объединённых Наций Вместе с тем, в заключение ещё раз хотел бы подчеркнуть Мы отчётливо видим стоящие перед нами проблемы Однако намерены и дальше развивать практическое сотрудничество с Альянсом в тех областях, где у нас есть общие интересы Повторю, с сегодняшними угрозами безопасности невозможно бороться в одиночку Необходимы слаженные действия всех стратегических игроков Как отдельных стран, так и международных, в том числе региональных организаций Мы к этой работе готовы и положительно оцениваем нашу сегодняшнюю встречу Благодарю вас за внимание Уважаемые коллеги, у нас примерно 20-25 минут Просьба поднимать руки, называть средства массовой информации И ограничиться одним вопросом по возможности Валерий Санфиров, Маяк, пожалуйста Владимир Владимирович, вы уже оценили работу саммита Тем не менее, вы лично довольны работой этого совета И второе, вы были одним из инициаторов создания Совета России НАДО в 2002 году Вот вы уже уходите на другую работу Вот каким вы видите перспективу этого совета с учетом тех проблем, которых вы только что сказали, которые обсуждались на сегодня? Спасибо Сегодняшний диалог был очень открытым, конструктивным И так же откровенно, как сейчас вам Я излагал свою позицию нашим коллегам Надо сказать, что они отметили эту откровенность И отвечали тем же Несмотря на то, что проблемы нерешенные есть И мы о них говорили открытые прямо Тем не менее, дух сотрудничества, желание искать компромиссы присутствовал И я считаю, что это самое главное Если такой дух будет укрепляться Взаимное доверие будет укрепляться То тогда и перспективы работы в рамках Совета России НАДО будут весьма позитивными Нам бы, России, этого очень хотелось Ну это интересное напоминание Как все было, в общем-то не так уж и плохо И могло бы продолжаться И могли бы, говорили про проблемы Афганистана Могли бы совместно решать эти проблемы Афганистана Совместно бороться с наркотиками Вместе ведь проекты были С НАТО в том числе Ведь если бы тогда все не разрушили Может американцам бежать из Афганистана Даже не пришлось бы спустя много лет Как это пришлось сделать уже при Байдене Да, был такой странный президент Буш Он даже был, может быть, не всем приятен С оговорками со своими Но был Ющенко, который в НАТО просился Но войну-то он не развязывал Вроде кровью не был связан Сейчас паузу, потом продолжим А потом все быстро разрушилось Напомню, саммит Совет НАТО В Бухаресте Который сейчас не мы вспомнили Вспомнили об этом Вот в Германии, в прессе Сравнивают с Мюнхеном 1938 года Почему-то совершенно необоснованно Но вспоминают И договоренности, которые там были А потом уже летом, напомним, случилась грузинская провокация Саакашвили И совсем все рухнуло Казалось бы, ведь все было достаточно неплохо Что такое произошло? И почему вообще все так изменилось? Давайте попробуем пофилософствовать, может быть, даже У нас руководитель Центра германских исследований Института Европы, Российской Академии Наук Владислав Белов на связи Владислав Борисович, здравствуйте Владислав Борисович, слышите? Да, слышу вас Ну, смотрите, пытаемся тут понять И просто вспомнили в немецкой прессе Вот этот вот саммит 2008 года Когда вроде бы даже взаимоотношения между Россией и Западом Были не так уж ужасны И даже вспоминать, если сравнивать политиков Сейчас вот в годовщину Меркель ее там поминают Ну, в хорошем понимании слова В немецкой прессе годовщину подводят Ну, вот были там Буш, Ющенко Да, там, кто там еще тогда был Даже сейчас, может, не все уж вспомним Казались они не очень приятными такими, да, вот, политиками С проблемами в взаимоотношениях Но кто же тогда мог подумать, что появится еще хуже Это будут там Зеленский, Байден, Джонсон, Трасс Все станет совсем ужасно В какой момент произошло вот что-то такое Или, может быть, они просто притворялись, да, тогда И на самом деле они были такими же А что именно вы представляете, что Мы сейчас же говорим про Меркель, да, то есть Ну, мы в общем говорим, да, и про Меркель в частности Давайте про Меркель можно поговорить Я просто застройки про то, что, соответственно, Меркель долгожитель Которая пережила совершенно разные фигуры Здесь абсолютно правы Сейчас можно постфактум осуждать, кто из них вел себя откровенно Кто зажимал фигу в кармане и так далее Вот Меркель, в отличие от них всех, которых вы назвали К большому счету человек, который всегда был честен А. перед собой Б. перед партией, которая она долго возглавляла Ну и В. соответственно, перед электоратом Который ее через партию, через союз ХДС, ХСС Привел к четырех легислатурным периодам То есть те 16 лет, которые сделали ее знаменитой Поставив один ряд с Котором Аденауэром и Гермутом Колем Как говорят ее отцом, да, то есть ее политическим отцом Ну была ли она так откровенна? Вот в нынешних публикациях сами, по крайней мере, ссылаясь На ее высказывания тот же Шпигель, я вот сейчас цитировал в эфире Говорят, что она, в общем, выиграла время на переговорах На минских переговорах Ну и, кстати, на саммите в Бухаресте тоже, да, вот она там сравнивается Я думаю, что касается кризиса вокруг Украины Она тот политик, который хотел его предотвратить в ноябре 2013 года Был такой там предшественник Юнкера Нынешнего Мишеля Некий там человек, не хочу даже напоминать Напоминать его фамилию Глава Европейского совета Он все-таки это был Бороса Который отказал Ангеле Меркель в посредничестве Да, это была Прибалтика в посредничестве В решении назревающего конфликта Который потом превратился там в некие выступления студентов Которые жестко подавляли Ну и что-то вылилось в февраль месяц Она же Ангела Меркель Политик, которая после страшных событий января 2015 года Там Дебальцева и так далее Смогла найти себе мужество Если мы говорим про нее как политика Которая в начале февраля Там не французы, никто к этому все предписывать Смогла побудить украинского президента Подписать Минские соглашения Чтобы потом тот президент По имени Порошенко Не говорил о том, что ему выкрутили руки Никто ему руки не выкручивал То есть Ангела Меркель Приехавшая потом в мае месяце 10 мая в Москву Которая после якобы Взлома Бундестага В конце апреля, начале мая Это человек, который реальный Об этом пишет Шпигель Которая пыталась передать в наследство Будущему правительству Узнает, что она уходит Возможность урегулирования украинского конфликта В лекалах Минского соглашения И так называемой формулы Штайнмайера Она здесь откровенна Удивительно, как она Человек из Восточной Германии Из семьи пастора Которая постепенно поднималась Политическим ступеньком Получила или обладала Политическим, внешне политическим Чутьем И та же Меркель сейчас Не боится Не боится того, что на нее будут нападать Как это делают на Шрёдера Или на Штайнмайера и так далее Она уверяет Все 16 лет Ее взаимоотношения с Россией Были посвящены выстраиванию Выстраиванию взаимовыгодного сотрудничества И отнюдь неподготовке К тем событиям Которые наблюдаем В текущем году Более того Она наставит на том Что этот конфликт Можно было предотвратить Я ей верю Мне пришлось с ней общаться Там много пишут Что они там книги стоят Берои надеющие Стоят та книга Которую мы выпускали Суть Европы Посвященной экономике и политике Германии Переведенной на немецкий язык И из личного общения с ней И у меня создалось впечатление Что как и любой политик Она может иметь Свои подтаенные мысли Но у меня возникла Тогда уверенность Что по крайней мере Ее заявление То что она говорит В отличие от Шольца И так далее Были вполне Вполне корректные Взвешенные Объективные Я верю в то Что Ангела Меркель Пыталась Пыталась Внести свой конструктивный вклад Регулирования Конфликта Назревающего Вокруг Украины С 13-го года Подчеркиваю А также все Что она делала Для Северного потока Для того Чтобы Европейский совет Начал Опять Это была инициатива Макрона и Меркель В конце июня Прошлого года Чтобы Европейский совет Начал Опять встречаться С Путиным Но Польша и Прибалтика Отвергли Эту идею Она в Киев Ездила Пыталась Убедить После поездки В Москву Убедить Зеленского В необходимости Отдернуть Что хотела По крайней мере Но ничего не получилось Она сожалеет Я согласен С тем Что Это то Что Ей Не удалось Сделать На внешнеполитическом поприще В отличие от Штатов Где она с Байденом Урегулировала Конфликт После Трампа В отличие От Китая Которая Она в общем-то Достаточно Взвешена Подготовила К передаче Власти И так далее По различным векторам И уходила Она Оставив Германо-российские Отношения Несмотря На Навального На берлинские Там Тергартен Убийства Несмотря На взлом Бундестага Там можно Перечислять Несмотря На События На Украине Оставляла Достаточно Взвешенном Состоянии Это удивительно И кстати В калиционном Соглашении Во многом Ее заслуга Что Несколько Пассажей Обзацев Посвященных России Весьма И весьма Конструктивны Ну а то Что вот Сейчас Так Словно Скажу В кавычках Отмечают В прессе В немецкой Годовщину Ее ухода Это вот Как вы думаете С чем Может быть Связано Может быть Хочется Кому-то Где-то В глубине Души Чтобы Она Вернулась Чтобы Обратно Все было И газ И нет Войны Ну да Понятно Нет Ну глубине Души Конечно Во-первых Она Позволяет Себе Высказывание В пользу В кавычках В пользу Потому что Там конечно Есть все Критически Выстроено Но тем не менее Месяц назад Примерно Говорит о том Не бойтесь Общаться С Путиным Не бойтесь Встраивать Его В свое Политическое Пространство Которое Не ограничит Вас В маневрах И так далее Это Меркель И даже Меркель Наверное Побуждает Того же Шольца Говорить Что он Наш Российский Президент Он да Российский Президент Никогда Не угрожал Конечно Она Уже не войдет Второй раз В шпрей Который омывает Канцлер Амт И Бундес Так Но тем не менее Что Позитивно К ней прислушивается И никто Никто Даже тот же Мельник Который позволяет Себе гавкать На всех Новый Замминистр Украины И он Себе этого Не позволяет Он боится Потому что Получает Какой Ответ Он Получит Он Может Оскорблять Штайнмайера Шольца Может Оскорблять Даже Байдена О нем Несприятно Рассказывается Фактически Оскорблять Про Меркель Нет Даже Мельник Специально Подчеркивает Это вот Моська Лающая Постоянно На слона Пусть не обижается На такие слова Коль скоро Он в таких же категориях Разговаривает С другими Он этого Не позволяет Он ее боится Спасибо большое Вам За беседу В нашем эфире Руководит Центр Германских Исследований Института Европы Российской Академии Наук Владислав Белов Был Ну вот Надо Обратить внимание Что в прессе В немецкой Не просто Вспоминают Об этих временах Меркель Еще и Комплименты Ее делают В каком-то смысле Сравнивают Даже С королевой Британской Видимо Ну По Может быть По Впечатлениям Каким-то естественным Монархом Титул монарха Ее не Наделяют Но тем не менее Хотя Естественно Конечно Еще раз Обращу внимание Очень Настораживают Эти попытки Ну Запада В очередной раз Оправдать тот самый Мюнхенский сговор Про который Кстати Путин Говорил Неоднократно И даже Общался с лидерами Стран СНГ На эту тему Там что-то вроде Даже такого Обсуждения Библиотечного Был очень Интересный сговор Когда была Фактически Уничтожена Чехословакия Для них Это некая Игра во время Была Как они сейчас Объясняют Чтобы оправдать себя И получается И в восьмом году Они с нами Играли во время А вот теперь Их игра дошла до того Что украинские ракеты Уже падают в Польшу И убивают Поляков И Зеленский Призывает Развязать Ядерную войну Естественно Все это вызывает Закономерные опасения Даже уже Западная пресса Предупреждает Что необходимо С осторожностью Относиться К малейшей возможности Прямого конфликта Между Россией И НАТО Об этом Ньюсик Например Писал И это Действительно Серьезные Предупреждения Потому что Инцидент с ракеты Показал Что многие Сторонники Киева Придерживаются Агрессивного Подхода Причем США Вашингтон В частности Потворствует Этому Не призывает Стороны К мирным Переговорам Хотя Предстоящая Мрачная зима Сулит новые Страдания Восточной Европе Ну а Байден Тем временем Обещает Все новые миллиарды Обещал Еще 37 миллиардов Долларов Срочной помощи Все только ради того Чтобы война Продолжалась И конца этому Вооруженному конфликту Не видно Там у них на западе И велика вероятность Как они считают Что трагедия в Польше Будет далеко не последним Инцидентом Уже можно добавить Особенно если будут Продолжать насыщать Украину Западным вооружением И конечно Сохраняются шансы Что НАТО Вяжется В этот конфликт Ибо Байден Продолжает провоцировать Единственная надежда Сейчас там На западе Даже дальше Совсем на западе В Америке На то что Республиканцы Придут в класть И может быть Смогут это остановить Хотя на это тоже Надежд не так много